Ну а теперь к новостям в мире. Штаты и Евросоюз, возможно, сейчас единомышленники на геополитическом пространстве. Однако в экономическом развитии они по-прежнему конкуренты. Недавно принятый Джо Байденом закон, который предусматривает гигантские инвестиции в производство электромобилей и другие сферы производства, заставил заволноваться Брюссель. ЕС теперь пытается внедрить новые технологии, как, например, использование водорода для заправки транспорта. Последние новости энергетики в обзоре моего виртуального коллеги Айсанджа. Айсандж? Здравствуй, Мариам. В рамках перевода транспорта и промышленности на чистую энергию Евросоюз решил развивать использование водорода как одного из основных ее источников. Об этом сообщает телеканал Евроньюз. Еврокомиссия предлагает создать инфраструктуру для заправки этим газом по всему континенту в дополнение к станциям электрической зарядки. Водород по сравнению с солнцем и ветром дает идеальный способ хранения энергии, считают эксперты. Его можно использовать в то время, когда он нужен, а в остальное время просто беречь. Водород определенно станет одним из типов топлива будущего, прогнозировали Евроньюз специалисты. Тем временем, гигантский производитель традиционного источника энергии, нефти, Шеврон, ожидает открытия новых месторождений в США. Американская компания также имеет активы в Казахстане и является крупнейшим инвестором нашей страны. Добавлю, что в прошлом месяце глава Шеврон заявил, что компания не планирует отказываться от прокачки нефти, добытой в Казахстане по трубопроводу КТК. «Никогда не было времени, более подходящего для прихода в мир энергетики», — сказал глава корпорации Майк Вирт в интервью «Блумберг». И это несмотря на нефтегазовый кризис, следствие российско-украинского конфликта. Напротив, когда он закончится, напряженность на рынках снизится, — заключил Вирт. Коллеги. Спасибо, Исанж. О других новостях в мире...